Цифровая трансформация или новая реальность? Как в Беларуси будет развиваться веб-экономика? Об этом говорили сегодня на встрече у президента. Главе государства представили проект, анонсированного ранее декрета. Документ предусматривает меры по дальнейшему развитию парка высоких технологий, решению кадровых вопросов, внедрению новых технологий, таких как блокчейн. В частности, специальный режим для ПВТ продлят до 2049 года. Сделать Беларусь IT-страной и лидером Восточной Европы в построении цифровой экономики – амбициозная задача на ближайшее будущее. Подробнее Евгений Горин. 50-страничный документ, оказавшийся сегодня в центре внимания президента – проект декрета, предполагающий революционные изменения в сфере высоких технологий. Задача максимум – сделать Беларусь IT-страной. Задача минимум – улучшить условия занятия бизнесом, в данном случае цифровым. Не могли представить еще пять лет тому назад, что на эту тему нам придется вести очень предметный, не то что концептуальный, а уже разговор на уровне принятия решений, на уровне главы государства. Так быстро и бурно развивается жизнь, и от этого никуда не уйти. Если мы в этой бурной жизни отстанем, значит мы опять же будем страдать, что у нас чего-то не хватает, как мы страдали последние годы, что не хватало там нефти, природного газа, еще чего-то. Ну вот шанс. Шанс у нас стать страной, которая будет самодостаточна и забудет о разговорах о природном газе, нефти и других ресурсах. Борьба в мире за современные технологии специалистов сейчас развернулась самая острая. Первые и вторые рвутся туда, где условия самые выгодные. Беларусь в этой гонке не хочет опоздать. Документ содержит нормативную основу даже для внедрения такой новой технологии, как блокчейн. Здесь наша страна может оказаться одной из первых. В Беларуси 30 тысяч айтишников, которые ежегодно обеспечивают валютную выручку в размере примерно 1 миллиард долларов. Декрет о развитии цифровой экономики создаст условия, когда эта цифра может значительно вырасти. Льготный режим для работы резидентов парка высоких технологий продлят до 49-го года. Белорусская Кремниевая долина станет площадкой для развития беспилотных такси и искусственного интеллекта. Сделки теперь можно заключать по принципу английского права, как и везде в мире. Бизнесменам больше не надо уходить в иностранные юрисдикции, выводить деньги из страны через третьи лица. Самые благоприятные условия для того, чтобы сюда приходил капитал, айти-компании. Самые благоприятные условия для развития новых блокчейн-технологий. Но ключевой момент, чтобы это все давало пользу нашей стране, всей экономике, всему белорусскому народу. И как раз вот это обсуждалось. Чтобы инвестиции приходили сюда, в Белоруссию, вливались в экономику Белоруссии. Чтобы технологии, они помогали улучшать работу нашей промышленности, сельского хозяйства, образования. Чтобы здесь оставались финансовые средства, чтобы бюджет государства, из которого поддерживаются многие люди, получал от этого пользу. Вводится уведомительный порядок в валютном контроле. Отправлять и получать деньги айтишники смогут по обычным инвойсам, то есть электронному перечню услуг, товаров и цены. Без лишних справок и печатей исчезает пугающая многих субсидиарная ответственность. В случае банкротства отвечать придется только суммой инвестиций, а не всем имуществом. Кстати, примерная выживаемость стартапов один к десяти. Это нормальная мировая практика. Одним из приоритетов отрасли станет образование айти-специалистов. Самое главное вызов для общества в образовательном плане. Пришло время, когда человек должен знать как минимум ни один язык, желательно иностранный. То есть, в принципе, у нас двуязычие традиционные. Это белорусский язык, русский язык. Очевидно, мы должны знать английский язык. Причем это должен быть очень рабочий язык. Об этом сегодня много говорили, особенно в принципе деловых кругов. К сожалению, мы несколько отстаем и в части подготовки специалистов в области традиционной айти-индустрии. Потому что, в принципе, сейчас нужно говорить уже о том, что само образование должно предполагать иные несколько навыков. Это и навыки архитектора и так далее и тому подобное. И ряд специальностей смежной с айти-сферой, которая требует продвижения готовых продуктов. Такие гиганты, как Google, Facebook, раньше не могли стать резидентами белорусского ПВТ. Их выручка не от продажи программ, а от рекламы не стыковала с законодательством. Декрет устранил эту проблему. Создаются самые широкие возможности для прихода в Беларусь инвестфондов и венчурных организаций. А значит, денег, дополнительных рабочих мест, поступлений в бюджет. Очень много нововведений, которые отражают изменения реальности вокруг нас. И потенциально могут поставить Беларусь, во всяком случае, на какой-то промежуток времени в привилегированное положение. Потому что те изменения, которые будут приняты, еще не нашли достаточно широкого принятия в других странах. С новой технологией, которая сейчас появилась в типе блокчейна, они могут кардинально изменить, как все это работает, как интернет даже работает. Он его может ускорить. И изменить, как происходит обмен данными. С изменением обмена данными появляются новые возможности делать новые вещи. Переход мира в цифровую эпоху означает и переход к цифровой экономике, цифровым товарам и даже цифровым валютам. Впрочем, отдача от всего этого вполне реальная. Отражается и на благосостоянии предпринимателя, и компании. Документ остается в таком виде, каким его подготовило само IT-сообщество. В самой либеральной редакции. Президент подпишет его в ближайшее время. Но Александр Лукашенко напомнил о социальной ответственности бизнеса в Беларуси. Вообще, я вам хочу сказать, вы, может, кто-то из вас и пожалеете, что со мной связаны с этим направлением. Вы, наверное, думали, что я буду тормозить этот процесс. Я ретроградом никогда не был и процессы тормозить не буду. Но я умею перекладывать ответственность на тех, кто должен отвечать. Вы предложили, вы прописали. Я думаю, успеем до Нового года, мы еще более масштабно поговорим по этим вопросам. Реализовывайте. Но формула одна. Если кто-то хочет даже вот на этой новой волне заработать состояние, стать богатым, набить карманы, я не против. Пожалуйста. Ваше дело, ваше право. Действуйте. Но только не забывайте, что у вас есть государство. Все умные люди, толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать и даже больше гавани. Вы должны стать хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать. Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, о том, что вы живете в конкретном государстве. Меня вы не сможете никогда упрекнуть в том, что ваши деньги, поступившие в казну в плане налогов, будут разворованы. Никогда. Поймите меня правильно. Я человек государственный. Поэтому вы для меня очень важны. Но вторая сторона этой медали – это то, за что я отвечаю. За что вы меня назначили отвечать. Это не противоречит вашим замыслам, побуждениям, идеям ни в коем случае. Но давайте вместе будем отвечать за этот кусок земли. Я буду гарантировать вам стабильность, не вмешательство, как вы тут прописали, чтобы было хуже. Вот вмешался, хуже стало. Я вам гарантирую, что никто вмешиваться не будет. Но порядок никто не отменял. И в этом вы должны быть заинтересованы больше, чем даже любой государственный чиновник. IT-сектор должен стать одним из драйверов экономического роста в Беларуси. Евгений Горин, Сергей Васюкевич и Валерий Науменко, телекомпания СТВ.